Всем привет! С Вами я, Дмитрий Флеско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодняшний выпуск у нас пройдет без готовки. Мы выбрались с женой в этот чудесный тапос-бар, и я собираюсь вам рассказать и показать. Насколько он чудесный? Может быть, он вообще не чудесный? Кстати, да. Вот голос за кадром – это ее голос. Она у нас очень тщательно обойдет в свое гликоглито. Сегодняшний ролик снимается благодаря спонсорскому участию магазина суперпосуда.ру. Регистрируйтесь на сайте. Ссылку я оставлю в описании. Если Вы пройдете и зарегистрируетесь по указанной ссылке, то Вы получите на свой счет бонус 500 рублей. Этим бонусом можно оплатить до 20% стоимости Вашей покупки. Ну, если Вы уже зарегистрируете на этом сайте, то просто вбиваете бонус-код КУЛЬПРО и тоже получаете эту скидку. Там нужно купить посуду, ножи, тарелки, бокалы. Ну, короче, все, что хотите. Пройдите, посмотрите. Так, ладно, покажу Вам меню. Заказали мы, наверное, ну, по крайней мере, половину. Не знаем, что заказали. Не половину, а меньше треть. Ну, треть, да. Треть меню. Потому что разобраться. Короче, меню официант сказал, что мы обожремся. Да, слишком много сказал. Ну, посмотрим. Кстати, мы на них действительно обожремся, потому что даже если испанец говорит, что мы обожремся, то мы обожремся точно. Потому что они едят много. Порции очень большие, как правило. Все для Вас. А что касается слов и переводов. Дело в том, что здесь в меню очень многие вещи указаны в кавычках. То есть это игра слов на мельце, какие-то там. Например, написано там пилота то-то-то. Пилот – это мячик, который видит. Футбольный мячик, к примеру. Потому что вот у него футбольный мячик какой-то. Холодные пили на столе и принесли салатик. Выглядит вроде бы не очень страшно, правда? Но, если посмотреть другого ракурса, сравните. Это тарелка среднего размера, а это салат. На мой взгляд, этой порции хватило бы, наверное, на четырех человек. Свежие овощи, с палитым оливковым маслом. Причем по вкусу, по-моему, даже рефинированным. Безобразие, я считаю. Представление о порции вы себе получили, я так понимаю. Осьминог в лисийске обычный – это первая перемена тапасов получилась. Я не сказал, ну, вы, наверное, знаете, но все, кто не знает, не смотрел в следующие ролики про тапасы, скажу, что традиция тапасов или тапас-баров в Испании – это традиция подачи закусок маленьких порций. То есть на человека 2-3-4 порция нужно, чтобы наесться. Ну вот, эти тапас-бары приносят на стол пиццы маленьких тарелочек или бутербродиков тоже, да? Если бутербродики, то эти тапасы называют не просто тапас, а пинчус. Пинчус – это слово «пинча», шпажка. То есть они закалываются шпажками, чтобы не разваливаются. Вот, в данном случае у нас осьминог в лисийске. Так, ну, надо снять пробу с осьминожка. Это просто отварной осьминог, нарезанный кусочками. Нет, конкретно этот – а-ля браса. А-ля браса – это, значит, на решетке, на углях. Ну, даже их сначала сваривают, а потом уже на решетке готовят, поливая маслом. Я, кстати, показывал вам такой рецепт. Если пропустил, стандартный еще уголочек, но вы специально знаете, смотрите. С дымком, со вкусом паприки. Интересный, интересный вкус. Так, и картошечка. На мой вкус, немножко мы сами пережили картошку, поэтому слишком сильный дымный вкус такой появляется. Ну, на любителя. Мне нравится картошка. Что это? Макалава. Это фирменное блюдо данного заведения. А, шарики. Это пончики, пончики листельские. Буньерос, который? Буньерос, да. Так, ну и что нам принесли? Это вкусно. Не могу понять, с чем смешано пюре из трески перемоутая. Благодаря, что с картошкой может быть. Мука, скорее всего. Может быть муки немножко. Очень-очень нежная. Очень нежная какая-то пюрешка по вкусу. Со вкусом трески. Да. За счет поджарестности в фритюре это хорошо. Особенно с вот этим вот классным олеоли чесночным золомом. Его я вам тоже показывал. Для меня это непонятное блюдо. Это что-то... Я называю это что-то с чем-то. Ну, это вкусно. Когда невозможно определить ингредиенты. Вот кракеты у них есть точно так же. Такая же идея. Непонятно, что там картоха, мука и чуть-чуть добавки какого-нибудь белка, мяса куринового или хамона, или рыбы. В горячем виде кракеты мне нравится. Я два раза, наверное, ел очень вкусные кракеты. Что тут в таких вот заведениях? Следующая закуска – это сепия. Обжаренная. Сепия – это каракатица. Так, что касается, как она приготовлена. Ее сначала обжаривали вот в этой чугуной сковородочке. Сотельнички в этом. А потом убрали, судя по всему, печку или в духовку. Вот верхний гриль, поэтому она вот приобрела аромат белька. Не знаю, мне кажется, кругловато сделано. Они могут лучше. Ну, не какие-то вот это заведения, но много. Что касается сепии. Сейчас спрашиваю сепию, чем он отличается от кальмара. Кальмар – это такой головоногий, которого нужно готовить очень мало. То есть, его белок – это как белок яйца. Чем ты же готовишься, тем он уже еще становится. Он станет мягким, если его готовить там больше полутора часов. Ну, там от вкуса мало чего останется. Сепия становится мягкой, классной, если через 15-20 минут после начала шиповой поработки. И у нее, мне кажется, более выраженный, более яркий вкус, такой более насыщенный. Поэтому, если есть выбор, то я всегда и покупаю, и готовлю, и ресторанчик, и беру нанеситую, а не кальмар. У нее еще более толстые, что ли, стенки. Более плотные. Какие-то более… немножко другой вкус. Более мясистый. Да, он какой-то более мясистый, если вообще можно сказать про морепродукт. Итак, еще две закусочки. Это алькачофос. Артишоки. Артишоки, да. По-русски. По-русски артишоки. Не то, что я такую вещь обысклонился. Просто я в России ни разу их не пробовал. Хотя я видел пару раз, наверное. Первый раз попробовал здесь. Вот. И поэтому для меня это алькачофос. А это мельхионис, то есть недель. Алькачофос. Настя говорит, я не слегка недочищен. Сейчас я расскажу. Да. С халяви немного. Ну, смотрите. Вот такая жесткая вот эта вот наружная лепесточка. Я не могу сказать, что это какой-то супер какой-то вкус. Даже не с чем сравнить. С лимоном. С лимоном. Слегка кисловатая эта мякоть. Овощная. Больше, может быть, на картошку. Артишоки ни с чем не сравнишь. Они, не знаю. Артишоки, спаржа. А теперь... Их женишь. То есть ты не будешь артишоки. Я буду. Так, мы скрываем. Они свежайшие. Ну, как и приготовленные. Никакими глупостями по поводу отделения вот этих вот ножек. никто здесь не занимается никогда в принципе свежие мидии которые были вырублены сами допустим вырубили из моря приготовили так вот на пару небольшим количеством белого вина не испаряется пол сакана наливаешь кастрюлю то выкладываешь мидии оливковый масло чеснок накрываешь крышкой ароматный кисловатый пар они потрясающие не дружу не сыр не какая-то другая ерунда лимончик нужен а у нее там что лавровый листочек лежит это в стиле хозяйки по моему местам заведения польем это совершенно потрясающе потрясающе они сладкие да у них на удивление сладковатый принцип такой ладно доедайте все это богатство мы будем оффлайн а следующее включение у нас когда нам принесет последний на сегодня блюдо последний тап из это морская рыба в ряда разная морская рыба обжаренная оставайтесь с нами это мелкая разная морская рыба это судя по красоте шкурки похоже на морского каменного окуля такая сладенькая просто мелкая жареная рыба обладает мне в муке может она с тусочками вкусно морской язык то есть у нее два глаза на его стороне плоская серьезно лингвада серьезно а мне кажется что толстенький лингвада вкусно и под пиво если любите жареные рыбы это просто фантастика вот такое вам знакомство с испанскими тапосами если понравилось пишите может быть еще как-нибудь пару-тройку раз выберемся в другие места покажем другие тапсы расскажем все напоминаю про спонсора сегодняшнего выпуска магазин суперпосуда точка рук напоминаю про бонус 300 рублей на первую покупку это можно платить петербург можно платить до 20 процентов вашего заказа подписывайтесь заходите по ссылке ставьте пальцы вверх и вниз комментируйте и рассказывайте про свои про свой опыт посещения в разных странах спасибо за компанию и всем пока